Здравствуйте! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных. Главное сегодня. Поставят точку в скандальном процессе. В Омске зачитывают приговор экс-главе Росприроднадзора по делу об утилизации ядовитых отходов. Залитые водой аудиторией и обесточенные корпуса в Омском политехе. Потоп. День доходило до 30. Сутки до 30 приступов. Так всю ночь я сидела и день сидела. Тяжелобольным омским детям помогут столичные врачи. Авангард остался без вратаря. Карьерями прооперировали после травмы. Но выйти на лед он еще долго не сможет. В Омске в эти минуты зачитывают приговор бывшему главе Росприроднадзора. Александр Щербаков проходит обвиняемым по скандальному делу компании МЕРК. Предприятие в нескольких регионах сливало ядовитые отходы. Вместо того, чтобы обезвредить и утилизировать их. Химикаты поражают кожу, печень, почки, нервную систему, вызывают генные мутации. При этом, чтобы получить облучение, достаточно провести в зоне поражения всего несколько минут. Следствие обвиняет главу Росприроднадзора в том, что он незаконно выдал МЕРК-лицензию на обезвреживание отходов. Хотя знал, что у предприятия нет для этого подходящего оборудования. Вину Щербаков не признает. В Омском политехе потоп. Три корпуса обесточены. Вода заполнила актовые залы, кабинеты и коридоры. Как сообщили в пресс-службе университета, сейчас в корпусе на Красногвардейской, он, к слову, пострадал больше всех, идет ремонт крыши. Накануне, несмотря на штормовое предупреждение, подрядчики сняли верхний слой, но перед дождем кровлю так и не закрыли. Сотрудники вуза успели только накрыть кресло пленкой. Вероятно, ликвидировать последствия потопа придется подрядчикам. По колено в воде оказались и жильцы малосемейки на Космическом проспекте. Девятиэтажный дом не перенес шторма, который принес в регион проливные дожди. Слабой точкой оказалась крыша. Сейчас она похожа на решето. В управляющей компании о плачевном состоянии кровли знают, но кардинально исправлять ситуацию не торопятся. Еще не сходило, они сказали, что наши полномочия не входят. А мы же ремонт жилья платим. Мы зашли в груди и не платим. Ну вот он сказал, что наши полномочия не входят. Юристы советуют жильцам многоэтажки подавать на обслуживающую организацию в суд, поскольку отказ от ремонта крыши незаконен. Капитальные работы планируют провести в 2019 году. Но что делать? Еще целый год недоумевают жильцы. В дождь водой заливает несколько этажей. Как решать подобные проблемы и что ответили в управляющей компании нашему корреспонденту? Подробности смотрите сегодня в вечерних выпусках «Часа новостей». Еще семь тяжелобольных детей отправились на лечение в столицу по программе «Область здоровья». Это проект национального центра помощи детям, членом попечительского совета, которого является сенатор Атомской области Елена Мизулина. В рамках программы лучшие врачи страны выезжают в регионы на консультации. А тех пациентов, которым требуется особое лечение, приглашают в Москву. Начиная с 2015 года помощь оказана уже 4 тысячам детей по всей стране. Сколько маленьких амичей с тяжелыми заболеваниями отправились на этот раз в столицу, расскажет Анна Кокорина. Как и всем детям, пятилетней Ксении хочется танцевать и играть со сверстниками. Но нельзя. После долгой ходьбы девочку мучает боль. Ноги деформировались из-за недостатка кальция на фоне проблем с почками. Внутренние органы подлечить можно, а вот с ногами сложнее. Сделать операцию и выправить их раз и навсегда можно будет только в подростковом возрасте, когда кости сформируются. А пока ничего не помогает. Омские медики поставили на одну ногу специальную блокирующую скрепку. Улучшений никаких. Последняя надежда на московских врачей. Мы очень рады, что хотя бы куда-то мы съездим. Посмотрят, как бы сказать, на нейтральной территории нас. Может что-то предложат, какое-то лечение. Надеемся, что нам помогут. Московские специалисты приезжали в Омск в мае в рамках программы Национального центра помощи детям «Область здоровья». За два дня столичные врачи осмотрели 820 пациентов в перинатальном центре, Кировском детском доме и областной детской клинической больнице. Тогда же приняли решение всех тяжелобольных отправить на лечение в Москву, в Тушинскую больницу. Среди приглашенных и семья Манаповых. У 14-летнего Саята тяжелейшая форма ДЦП. Разум и координация, как у младенца. А пару лет назад навалилась новая беда – дистонические атаки. Сводит, скручивает все тело до переломов. Сутки до 30 приступов. Это всю ночь я сидела и день сидела. Получается, как после приезда москвичей нам назначили другие препараты. Мы их пропили. Часть судорогов мы убрали. Осталась еще часть. Хотим, как бы говорится, чтобы убрать полностью, чтобы режим у нас был спокойный. Как мы спали, чтобы спокойно кушать. Шесть семей с больными детьми улетают в столицу. Еще одна с ребенком, страдающим эпилепсией, от самолета отказалась. Предпочли отправиться поездом. Уезжающих провожают волонтеры национального центра. Все семьи едут абсолютно бесплатно. Дорога, проживание, питание – все оплачивается национальным центром полностью. То есть это в их интересах, это в интересах все-таки государства. Потому что здоровые дети – это залог успеха страны. Эти дети не первые и не последние, кого национальный центр отправил из Омска в столицу. Следующая группа поедет в сентябре. А всего по программе «Область здоровья» в Тушинской больнице Москвы подлечат 61 ребенка из нашего региона. Анна Кокорина, Денис Жарков и Илья Яковленко. 12 канал. Вертолеты из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана будут ремонтировать в Омске. Урегулировать вопросы, связанные с таможенным управлением, пообещал глава региона Александр Бурков. Производственную базу Омского завода гражданской авиации он оценил во время рабочей поездки. Это одно из крупнейших предприятий региона. Здесь трудится около 400 амичей. Завод обеспечивает полный цикл технологических процессов ремонта многоцелевых вертолетов Ми-8 всех модификаций, их агрегатов и оборудования, включая проведение наземных и летных испытаний. При этом качество работы отмечено специальными международными призами во Франции, Испании и Швейцарии. Глава региона высоко оценил потенциал предприятия и пообещал помочь с привлечением новых заказов, в том числе и с зарубежья. Задача правительства области – помочь в обеспечении заказами. Потому что есть много авиакомпаний из-за рубежа. Как правило, это наши соседи – Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, у которых большой парк Ми-8. И они готовы ремонтироваться на базе российских заводов. Но есть некие вопросы, связанные с таможенным управлением. Я думаю, что мы сможем найти здесь варианты решения этого вопроса для того, чтобы наш завод, Омский завод гражданской авиации, получил дополнительные заказы. Малыши с аллергией на лактозу теперь тоже смогут ходить в детский сад. В Омске открывается пилотная группа. Пока она рассчитана на 30 детей в возрасте от 3 лет. Детей готовы принимать вне зависимости от прописки, то есть со всего города. Группа откроется 3 сентября в детском саду номер 198, который находится на левом берегу. Образовательная программа будет такой же, как и во всех омских садах. Единственное отличие – питание. В меню коровье молоко заменят соевым и кокосовым. Пищеблок сада оснащен специальной мультиваркой, которая поможет соблюдать все требования приготовления диетических блюд. При этом на сумме за питание это не скажется. Кроме того, в садике работает медсестра, которая при необходимости окажет первую помощь еще до приезда скорой. Например, при опасном проявлении аллергии – отеки клинки. Молодежное крыло Общероссийского народного фронта проверит дороги рядом со школами. Сегодня активисты обследуют территории и подходы к общеобразовательным учреждениям города. Проверят наличие разметки и знаков. Между тем, инспекторы ГИБДД напоминают всем водителям быть предельно внимательными. В город с летних каникул массово возвращаются дети. Многие из них забывают правила безопасности и ведут себя неосторожно на проезжей части. Сегодня в России отмечается День государственного флага. Триколор появился в 17 веке. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в эпоху царствования Алексея Романова. Законным же отцом триколора признан Петр I. Он издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать триколор, причем сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос. В День государственного флага по всей стране проходят праздничные мероприятия. Поздравили омечей глава региона Александр Бурков и спикер областного заксобрания Владимир Варнавский. Они отметили, что эта памятная дата служит единению нашей многонациональной страны. Цитирую. Российскому триколору более 300 лет. Он свидетель многочисленных побед наших прославленных предков. Сегодня без него не обходится ни одно значимое для страны событие. Почтительное отношение к национальному символу России – знак уважения к нашей великой истории. Поздравляем всех с праздником. Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за Родину. Конец цитаты. Омечей привьют от гриппа Мичиган, Сингапур и Колорадо. Стало известно, какие штаммы будут циркулировать в Омской области в этом сезоне. Состав вакцины скорректирован в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего до 1 ноября 890 тысяч амечей будут бесплатно вакцинированы отечественным препаратом «Сови-грипп». Добавлю, что в прошлом году прививку получили почти половина жителей региона. И показатель заболеваемости гриппом у этих людей был в 55 раз ниже, чем у непривитых. Два месяца на пути к мечте позади. Омский путешественник Сергей Лебединский добрался до Исландии. На велосипеде он доехал из Омска до столицы Норвегии – Осло. Это тысячи километров. Отсюда улетел в страну льдов на самолете. А вообще с 21 июня Сергей побывал на Урале, в Татарстане, Башкирии, Казахстане и Финляндии. О том, что встречалось на пути, молодой человек рассказывал своим подписчикам в социальных сетях. Сейчас Амич направляется в деревню Вик, где находится одно из самых таинственных мест в мире. Сколько путешественник пробудет в Исландии, куда отправится после и что он оставил в норвежском лесу, расскажет Татьяна Денисова. Каждый пройденный город – как исполнение мечты. Поехать в Скандинавию, познакомиться с ее завораживающими красотами, богатой историей. Сергей Лебединский хотел несколько лет. Первый шаг цели сделал этим летом. Спустя 60 дней, почти 7 тысяч километров, она достигнута. Специально для зрителей 12 канала мое велопутешествие Омск-Исландия стремится к экологическому завершению. Мой путь будет проходить вдоль южного побережья и будет он стремиться к деревне Вик, на котором есть одноименный пляж Вик, который входит в рейтинг самых красивых пляжей мира. Славится он своим черным песком, черным пляжем. И также там есть базальтовые колонны в океане. По исландской легенде это тролли, которые превратились в камень от солнечного света. В своих влогах из путешествия Сергей рассказывал не только о красотах мира, но и о бытовой жизни. В отеле он не заселялся принципиально, чтобы насладиться природой, спал в палатке. Устанавливал ее в лесу, в поле, у реки или озера. Особенные условия были и по питанию. За два месяца ни разу не ел ни в ресторане, ни в кафе. В меню молоко, хлопья, выпечка. На ужин варил крупы, которые вез еще из России. Готовил на газовой горелке. Вот, господа, оказывается, можно без мяса, без многих продуктов ехать. Молоко и печенье. Молоко и печенье. Идеальное топливо для велосипедиста. Я уже в Финляндии. Вот докуда молоко с печеньем меня довезло. Не обошлось и без сложностей. На несколько часов омский путешественник задержался в Кургане. Рабочие ремонтировали дорогу. Пришлось на низкой скорости ехать по грязи. А после полчаса отмывать велосипед. А на трассе Москва-Санкт-Петербург Сергея даже эвакуировала служба военных комиссаров. Оказалось, что по платной магистрали велосипедистам ездить нельзя. Мой велосипед погрузили в машину. Меня в салон. Сейчас куда-то до развилки какой-то довезут. В стороне льда Сергей пробудет до конца августа. После вернется в Осло, чтобы забрать вещи. То, что не поместилось в речную кладь, пришлось оставить в норвежском лесу. Путешествие на этом не закончится. Через Данию, Германию и Польшу путешественник поедет к друзьям в Калининград. А уже оттуда обратно в родной Омск. Катяна Денисова, 12 канал. Карри Ряме прооперировали в Германии. Голкипер авангарда получил травму на турнире в Челябинске в матче с магнитогорским металлурком. У него диагностировали разрыв коленных связок. Операция прошла успешно. Финн уже приступил к восстановительным процедурам. Но до полного выздоровления необходимо не меньше полугода. Таким образом, за две недели до старта сезона КХЛ ястребы остались без основного вратаря. В распоряжении авангарда два голкипера. Это Игорь Бабков и Олег Шилин. Но и тот, и другой уступают финскому игроку в мастерстве. Через минуту прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, Охна ПВХ. 999-222. Когда ставки по кредиту снижаются, цели приближаются. Теперь ставка еще ниже. Всего 10,5%. Только 22-23 августа в банке «Восточный». По здоровью есть вопросы. 48-38-38. И о погоде сегодня, 22 августа, в области Омски пасмурно дожди. В районах днем до плюс 21, в Омске плюс 16 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба. На этом пока все. Далее смотрите программу «Местные жители» с Ольгой Чернышевой.